Программа «Вечер у Владимира» продолжается. Напоминаю, что работаем мы в прямом эфире. Телефон в студии 44-40-47. Совсем скоро Владимир ожидает культурные события. Открытие Всероссийского конкурса «Романса». И об этом мы сегодня будем говорить в эфире. Знакомлю вас с нашими гостями. Это Анатолий Антонов, художественный руководитель Владимирской филармонии и художественный руководитель конкурса. И Наталья Задрогина, координатор Всероссийского конкурса исполнителей «Русского романса». Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я знаю, наш город уже не в первый раз принимает конкурс «Романса». Расскажите о традиции конкурса. Вот, традиции давние, почти уже 27 лет так чистые. Ну, почти 30 лет, как мы проводим. Да, 95-й год. Это такое тяжелое время для нашей страны. И вдруг вот родилась идея. То, что у нас Николай Михайлович Жемчужный работал, это цыганский исполнитель. Он много написал песен, романсов. И он, к сожалению, к этому времени ушел из жизни. И вот мы решили все-таки в памяти его организовать просто конкурс, просто в памяти его. И вот в 95-м году, благодаря Министерству культуры, все пробили. Все-таки ходатайства были. Это всегда тяжелые переговоры, согласие. Надо, не надо. Кстати, сегодня иногда задают, ну, надо ли конкурс проводить. Вроде время сегодня. Сегодня такое. Я хочу сказать, надо. Это у нас подтверждается. Смотрите, это уже у нас сегодня 10-й. Заявок 200, сколько у нас? 228. 228 заявок на первый тор. А у нас этого никогда не было. В России практически в два раза больше, чем было на 9-м конкурсе. Это уже показывает, что со всей России, а регионы, это практически от Владивостока, Благовещенск до Прибалтики. Вот Латвия, там Литва, да, у нас? Да. В этом году у нас 9 иностранных стран, других государств. Понимаете, у нас же, можно сказать, международный можно статус присваивать. Очень нужно. Это, во-первых, в сегодняшнее время не очень простое, да, казалось бы, не до конкурса, но сам вот эти заявки, конкурс русского языка, русский, исполнитель русского романса. Вот мы, и показал, что все 230 человек, это мы все вместе, такой лозунг, действительно, в семье. Мы отстаиваем, защищаем нашу Россию, защищаем наш русский язык, нашу русскую культуру. Поэтому вот этот 10-й конкурс, юбилейный, мы надеемся, что он не без трудностей, конечно, всегда бывают какие-то вещи, но проведем, дай Бог, будет все, будет нормально. А кто участвует, только профессионалы или любители тоже могут подать заявку? Любители подают заявку. У нас даже в этом году рекорд установлен, у нас открытый, да, по возрасту, у нас нет ограничений. Обычно конкурсы до 35 лет рассчитаны на молодых исполнителей. Но мы посчитали изначально, что романсы исполняют, вокалисты, еще в 30 лет еще могут и не. Потому что романс очень, казалось бы, на первый взгляд, очень простая штука, да, а этим самым она подводит вокалистов, потому что романсы – это очень сложные. Это миниатюры, представляете, вот мастерская миниатюра. Как это вот все, одно большое полотно и мастерскую, как это все. Вот романсы – это вот миниатюры в музыкальной культуре. И поэтому мы сказали открытый конкурс, неограниченный возраст. И у нас в этом году самый возрастной участник первого тура – это 82 года. Ничего себе. Да, но он любитель, вы сказали, вот любитель. Да, любители очень редко проявляют себя. Но вот у участников первого тура бывает иногда немало любителей. Но это, прежде всего, конечно, для профессионалов, те, которые имеют образование, или учатся в консерваториях, в академиях, уже зрелые артисты, певцы. Есть и со званием, сослуженные артисты бывают. Так что все это очень достаточно серьезно. И битва идет. Из 240 человек надо было выбрать 50. Как вы думаете? Вот жюри бедные. Я все время с ними нахожусь. А вот кто, кстати, входит в состав жюри? А жюри у нас председатель Мальченко Владимир Афанасьевич, солист Большого театра, профессор, народный артист России. Он у нас уже, наверное, третий, да, или сколько? Это будет четвертый. Четвертый корпус. Ну, а конкурс, он уже четвертый раз принимает в участие каждый председатель. И представляет нас Москва регионы. Члены жюри, я имею в виду, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Это впервые мы пригласили профессора из Нижегородской консерватории. И Иванова, Ярославль. Наталья, а в каких номинациях будет проходить конкурс? В конкурсе две номинации. Классический романс и городской романс. Так сложилось в этом десятом конкурсе, что классических участников намного больше, чем городского романса. А вот какие выбирают, так скажем, как правильно сказать, композиции, не композиции, а современные романсы, были известные, или все-таки стараются найти какие-то, которые незнакомы слушателям? Ну, там исполнитель должен, если он участвует во втором и третьем тур, в двух турах, да, если проходит на третий тур, то, в принципе, он должен готов быть исполнить шесть романсов. И они все разные. И, конечно, обязательно мы приветствуем исполнение романсов современных авторов. Но, конечно, особенно в городском романах, конечно, используют достаточно популярные уже, которые звучат. Особенно в последнее время романсы из фильмов. Там Петрова Андрея, это у нас специальная программа была. В классике, могу сказать, у нас самый популярный Чайковский, Рахманинов, Римский, Курсаков. Вот три композитора, которые практически поют многие. Вот, это из классической. А в городском бытовые много уже только раз бывает в жизни. «Гори, гори, моя звезда», вот такие очень черные там, проемщиков там у нас десятки всяких романцев. Так что достаточно популярные. Но бывают открытия, открытия композиторов. Не знаю, в этом году что-то новое, конечно, привезут. Но это будет уже, будет видно во время прослушивания. А как будет приходить конкурс? Когда можно прийти зрителям послушать? Ну, как у нас же, вот, у нас, смотрите, у нас седьмого открытия. Торжественное представление жюри будет. У нас, кстати, одна особенность есть на конкурсе, у нас члены жюри не просто сидят, оценивают. Они прежде всего до начала прослушивания, седьмого будет открытие, они выходят на сцену и поют. А в зале сидят участники конкурса. Поэтому участники смотрят, как же жюри-то поют. Поэтому у нас жюри как бы действующие. Вот, а так, восьмого, девятого, это второй тур, да, восьмого, девятого? Да, да. Десятого, одиннадцатого, третий тур. И двенадцатого, закрытие и награждение победителей. Вот такой вот, такой очень, такой компактный. Ну, нагрузка на ребята, особенно на жюри. Представляете, в жюри прослушиваю в первом туре, ну, минимум 350 романсов, представляете? И сейчас им еще больше придется послушать. Потому что нагрузка большая. И, конечно, жюри у нас выматывается психологически, и так тяжело. Вот. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в гости и поделились с нашими телезрителями таким замечательным событием. Будем рады видеть вас снова. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok